Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара танк, который обрадает самым большим запасом прочности во всей игре. Это безусловно Маус. Вы видите вот эту громадину, которая стоит в ангаре и занимает практически весь экран. Да-да, это он именно и есть. Это мышь. Так вот, ребят, давайте обсудим мышь. А мышь собой представляет груду металла, у которой есть зоны пробития и все вы о них знаете. Кто не знает, я сейчас об этом скажу отдельно, но сначала давайте заценим орудие. Орудие обладает альфой в 360 единиц. Оно обладает 250 мм пробитием, 11 секунд перезарядки, время сведения разброс видите на экране, заценим непосредственно в бою. И урон в минуту составляет для 10 уровня, для такой громадины 2490 единиц. Я лично считаю, что это неправильно. Я считаю, что Маус, с учетом того, какой машиной его предусматривали сами немцы, это должна была быть громадина, которая должна была быть практически неубиваемая и крайне уронная. Она должна была просто таки пробивать на своем пути полностью все, любые преграды. Но согласитесь, не складывается это с орудием в 460 единиц альфы. У него должно было быть по определению корабельное орудие. А корабельное орудие, извините, не может быть меньше по урону, чем пушка другого танка. Да, 640 единиц альфы у Е100. Вот если бы конкретно вот это орудие стояло на Маусе, вот тогда действительно Маус заиграл бы всеми красками. И я не думаю, что он из-за того, что у него было бы пробитие чутка выше, а главное альфа была бы выше, он бы стал имбой. Нет, имбой бы он не стал, потому что есть зона пробития здесь, потому что есть щеки, которые пробиваются, потому что достаточно заехать Маусу где-нибудь в борт или в корму и все, вы уже можете начать его разбирать. Он громадина большая, он ромбует классно. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно, есть где его задеть заживое. Поэтому, мое скромное мнение, было бы неплохо, чтобы у этого орудия все-таки была альфа повыше. Ну и, честно говоря, вот этот какой-то заостренный дрын, торчащий из огромной туши мяса и мышц, мощи и такой вот в виде горы неприступности, ну не смотрится прям абсолютно. А вот пушечка от Сотки, согласитесь, смотрела бы чутка получше. Единственное, что удлинить сугубо визуально для красоты. Короче говоря, ребят, то, что хотел сказать по Танчику, уже сказал. Давайте заценим, что он может на сегодняшний день на своем 10 уровне и насколько этот Танчик является фановым. Главное, что нам стоит сейчас заценить, стоит ли на сегодняшний день качать Мауса. Дело в том, что сейчас такое разнообразие и обилие выбора на 10 уровне среди тяжей, что очень сложно понять. А те машинки, которые существовали в игре много лет назад введенными, являются ли они играбельными на сегодня? Давайте заценивать подвижность. Но честно говоря, вот честно, многие говорят, что Маус неподвижен. Ребят, смотря с чем сравнивать, это первое. И второе, смотря как оценивать. Давайте будем оценивать его как танк, у которого самый большой запас прочности. Танк с самым большим запасом прочности, он по определению не может ехать быстрее. Вы скажите спасибо, что он в принципе едет. Потому что он мог передвигаться настолько медленно, что вы бы в принципе тошнотворно за этим наблюдали, а не просто медленно катились. Поэтому, ребят, я бы оценил подвижность данного танка как плюс, а не как минус. Потому что для его размеров, для его брони и для его запаса прочности, ну, мне честно говоря, было бы стыдно сейчас заявлять о том, что я хочу подвижность получше. Что же касается точности орудия? Точность у орудия есть. Опять-таки, для этого танка точности хватает. Вы все-таки танчик не для того, чтобы стоять на дальнем расстоянии. Вы танчик для того, чтобы продавливать, для того, чтобы продержать направление, для того, чтобы сдерживать с собой врагов, пока подкатятся ваши союзники или будут разбираться с другими противниками на другом фланге, чтобы потом они закатились куда-нибудь в тыл. Что же касается того, как ромбовать, ромбовать необходимо следующим образом. Я думаю, что многие об этом знают, но для тех, кто не знает, я повторюсь. Ромбовать необходимо так, чтобы после выстрела вы отворачивали обязательно башню от врага. Потому что в таком случае не пробиваются ваши щеки. Стоять надо тушей ромбом, ну, а башней ни в коем случае не смотреть прямо на соперника. Вот знаете, как не смотреть дикой собаке в глаза, так и вам не стоит смотреть на вашего соперника прямо. Потому что прилетит тогда. Вот как видите, когда башню отворачиваешь, идут непробития. Как только башней ты будешь стоять прямо, у тебя сразу в щеках появляются дополнительные отверстия, которых ты туда абсолютно-таки не просил. Поедем сейчас, пободаемся с ПТ-шкой, потому как остальные на горке с нами дружить они явно не захотят. Ну и, соответственно, мы к ним особо не заедем. Нижний бронелист у данной машины, не имею в виду тот, который находится между гусеницами, бьется просто-таки на ура. Поэтому его стоит обязательно прятать. Вот если вы сейчас посмотрите, именно в него и пробили. Пробили в него, потому что больше бить особо некуда, если вы грамотно отворачиваете свою башню от врага на время вашей перезарядки. Вот, кстати, моя башенка летает в воздухе. Я так понимаю, что она какая-то заколдованная. Ну и что-то заколдованное, согласитесь, в ней есть. Она не пробивается, ну и она умеет левитировать. Я, честно говоря, даже не хочу переключаться сейчас на наших союзников. Уж больно мне нравится вот этот вот прикольный такой процессик. Напишите в комментариях, как часто у вас бывают летающие башни в бою. Она полетела, я так понимаю, куда-то к врагам. Жалко, что на саму башню переключиться нет возможности. Но я так понимаю, она поехала сейчас в тыл к врагам разносить их дальше. Ладно, переключаемся на наших союзников и давайте посмотрим, чего там происходит. Я надеюсь, моя башня сейчас сюда не прилетит. Вообще, честно говоря, я хотел бы попросить Ягу, если бы он меня слышал, чтобы он подъехал и посмотрел, что там как. Летим, не летим, прилетаем, не прилетаем. Так, ребят, давайте заценивать результат боя. 2490 единиц урона, два сделанных фрага, знак классности третьей степени. Мы находимся в небольшом плюсике по серебру. Короче говоря, играешь на Маусе в ноль. И мы заняли третье место по урону. Еще хотелось бы сказать следующее. Ребятки, а вы обратили внимание, если не обратили, отмотайте на последнюю секунду боя. И посмотрите, моя башня пролетела реально практически через всю гору. И ее было видно рядом лежащую на моменте окончания боя, когда убивали последнего врага. Ладно, ребятки, кому интересно, вернитесь на пару секунд назад и зацените, что возможно в Блице. А мы погнали пока в следующую каточку. Вообще, ребят, Маус, она машинка все-таки такая интересная. Вот интересный танк, интересный он тем, что пускай ты не быстро едешь, пускай ты немного альфы закидываешь, пускай ты немного ДПМа имеешь. Ну, сравнительно немного. Своё третье место мы заняли. Да, это не первое. И да, безусловно, многие танки много могут. Ну, допустим, та же самая Бабаха может нас переплюнуть, просто сделав три нормальных шота. Ну, то есть прожить три шота Бабахи, это то же самое, что нам прожить весь бой. Но в целом, ребят, танчик интересен тем, что на этом танчике можно, безусловно, не на этой карте, а на какой-нибудь городской, встать в каком-нибудь проемчике между домами, поставиться ромбом, мансить чуть-чуть, отворачивать башенку и держать направление ровно столько, сколько понадобится вашей команде для того, чтобы разобраться с другим флангом и приехать добирать врагов. Короче говоря, ребят, Маус машинка на сегодняшний день не совсем однозначная. Сейчас у него есть ряд конкурентов, я имею в виду введённые новые, там, ТИП-71, введённые 60ТП, ну и ряд других машин, которые есть на 10 уровне. Но поверьте, Маус, он отличается от них всем, всех тем, что эта машинка неповторимая. Вот неповторимая абсолютно. Его не с кем сравнить, понимаете? То есть, если можно, допустим, 60ТП сравнивать с тем же самым ТИП-71, окей. Если вы можете пытаться сравнить ИСов, окей. Если вы можете начать сравнивать довольно похожие, ну, немножко разные между собой Альфа Тапок и Е100, то уж поверьте, Мауса в этой игре сравнить просто не с кем. Ну вот, найдите мне машинку, которая имеет настолько хорошую точность на дальних расстояниях. Найдите мне машинку, которая может стоять и сдерживать направление. Вот сейчас я не успел отвернуть, и мне, безусловно, прилетело в башню. Но, ребят, всё-таки не всегда получается отыгрывать, ну, прям настолько, насколько хочется. Сейчас на 640 не залетело, опять-таки. Но благодаря бешеной, просто-таки, броне, которую возможно отыгрывать на этой машине. В общем, ребят, машинка, безусловно, не та, которую прям можно посоветовать, как мастхев. Это, безусловно, не мастхев, но не похоже на мастхев. Мастхев не настолько, как бы, должен быть медленным. Мастхев не настолько должен быть с малым результатом нанесимого урона за бой. Но что-то в этой машине есть однозначно. В своё время я Мауса выкачал, когда ещё перед ним не было Маушамина. Тогда ветка выглядела совсем по-другому. И, соответственно, танчик сам отыгрывался тоже совсем по-другому. Но, в целом, ребят, запастись такой машинкой, если вы уже пооткрывали много других, вам однозначно стоит. Качать ли вам его перед Е100 или перед альфа-тапком? Нет, наверное, всё-таки нет. Наверное, всё-таки Е100 будет покруче. Наверное, 60 ТП всё-таки будет поинтересней. А Маус — это вот такой вот, знаете, исторический персонаж, который должен быть у человека, который долго играет в танки и до сих пор его не открыл. Ну, либо человека, который хочет вальяжной спокойной игры и отстаивать просто какую-то позицию, либо отстаивать какое-то направление. У нас опять третье место по урону — 2665 единиц. Это не имба, однозначно не имба, а знак классности третьей степени. А значит, на машинке, ну, катают. Раз 2665 необходимо для того, чтобы получить знак классности третьей степени. Мы получили 19 косарей серебра. Ну, короче говоря, вот такой вот он Маус. Вот такая вот неприступная скала, которая действительно может довольно неплохо отыгрывать. Да даже не довольно неплохо отыгрывать, она может отыгрывать просто-таки имбово. А на данный момент у меня всё. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал по жёлтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно благодарен. Для вас это секунда дела, а для меня это жизнь моего канала. Заранее вам огромное спасибо. Возвращайтесь. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия. Субтитры подогнал «Симон»